Дорогие мои, очередные пояснялки по поводу, что такое среда. Среда функционирует около 10 лет. Время и менялось, откровенно говоря, и день менялся. Но вот установилась среда, 7 часов, вернее 19 часов по киевскому времени. Собирается группа, собирается в определенном месте. Собирается группа со всего мира. Также подключаются единомышленники с других стран, с других континентов, через скайп, через мессенджер. Порой бывает, что работают 2 человека. Порой бывает, что работают 20 человек. Ну, врать не буду, больше 25 человек никогда не собиралось вот этим всеми разными способами. Но есть люди, которые действительно не пропускают много лет ни одной среды. Что она приносит? Какую пользу работа в медитативной группе по средам? И как она трансформировалась? Вначале это были только ученики, которые прошли 3 ступени моей школы. Я не готов был брать на себя ответственность за менее подготовленных людей. Сейчас приходят люди с нулевым опытом духовной работы, никогда не медитировавшие. И практически сразу у них начинает открываться видение, если они себе сами его не перекрывают. Практически сразу они включаются в работу. И это дело мастера, это работа мастера. Я обеспечиваю чистоту пространства, чистоту этих энергий. Я обеспечиваю представительство мастеров с тонкого плана, защиту и так далее. И, соответственно, я являюсь модератором этой работы. Часто, если раньше я готовил, писал по пунктам, с кем мы будем работать, что мы будем работать. Сейчас мы работаем практически с чистого листа. Но это не значит, что работа не готовится. Она готовится на тонком плане, взаимодействуя с вознесенными владыками и мастерами, с ангельскими и архангельскими семьями, с творцом, с матерью планетой и так далее. Значит, смотрите, первая часть работы идет исключительно с нашим физическим телом. Мы очень тщательно прорабатываем все системы и органы. Работаем с энергией выздоровления, воскрешения, и так нефритовым пламенем. Работаем с семьей архангела Рафаила, лечебными энергетическими бригадами всех уровней и так далее. И эта работа приносит свои результаты. Те болезни, даже которые считались хроническими, которые считались неизлечимыми у наших постоянных участников группы, проходят. Очень разнопланово, в разных системах и органах. И у меня лично проходят многие моменты, которые медицина считает, что они исцелиться не могут. Они у меня, и это подтверждают мои и кардиограммы, и другие анализы, которые я раз в год себе провожу, только для того, чтобы фиксировать результат моего исцеления, моего физического тела, гармоничного исцеления. Мы и говорим именно о гармоничном. Да, конечно, когда у вас есть какие-то пиковые ситуации, то мы включаемся и единой молитвой призываем исцеление ваших личных вопросов, связанных с вашим физическим телом. Вторая часть работы. Это работа планетарного уровня. Она происходит с хронами, с вознесенными владыками, мастерами, аватарами и так далее. Чаще всего они сами приходят, очень любят посещать наши занятия с Атиса и Баба в том числе. И такого уровня мастера, которые приходят, предлагают конкретной работой. Работы идут всегда с двух планов. Конкретно с жизнепотоком каждым в отдельности, со всей группой и через нас с планеты. Вот, собственно говоря, как происходит эта работа. И следующая часть. Мы должны жить в изобилии и богатстве. У нас должны быть решены все бытовые вопросы. Для этого необходимы финансы. Поэтому завершаем мы всегда работу работами с энергией изобилия, с владычицей Абудантией, со всеми ее аспектами. Это и Лакшми, и Ганеша, и другие. Есть очень интересные грани энергии изобилия, которые представляют другие мастера. Мы с ними тоже работаем. И несколько медитаций, завершающих именно всегда посвященный изобилию. Вот та сфера наших работ. Но делая себя в ходе этой работы счастливее, радостнее, делая гармоничнее нашу жизнь, мы таким образом через наш жизнепоток исцеляем, собственно говоря, и ситуацию на планете. А как еще мы можем ее исцелить, не исцелив самое себя? Когда мы представляем из себя руину и физического тела, и духа, и финансов, то что мы можем привлечь на планету? Хаос, ничего иного. Поэтому работая через себя, над собой, мы и заняты тем, что мы таким образом меняем ситуацию на планете в целом. Во время работы бывают, что включаются очень сильные очищающие процессы. Бывают моменты, когда, как говорится, что-то из кого-то начинает лезть. Группа обязательно включается, помогает человеку, доводит эту ситуацию до точки или до знака припинания. И дальше продолжается работа группы. Иногда человек приходит, а у него уже обострились так процессы, что часть работы и часть времени приходится уделить ему с огромной радостью, с огромным удовольствием. Поэтому это простой, эффективный способ работы духовной с собой. Это медитативная группа, которую возглавляет Овин Стефан, которая работает практически каждую среду. За редким исключением, когда я куда-то уезжаю в местах, где недостаточное количество связей, и я не могу провести там эффективную и качественную работу из-за отсутствия связи. Поэтому, а так, в принципе, каждую среду работа происходит. Как туда попасть? Обращайтесь ко мне в личку, пишите в мессенджер, и я с удовольствием отреагирую. И вы будете иметь возможность работать по средам вместе с нами. Поэтому с благодарностью и радостью принимаю сейчас каждого, кто хочет заняться собой, кому это необходимо. Пожалуйста, приходите. Спасибо. 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 Спасибо.